Всем привет! Сегодня у меня такой обзорчик по моим любимым грузинским винам. Я долго их выбирал, конечно, много перепробовал, много не очень хороших было вин, но в конечном итоге я примерно уже определился с такими хорошими винами, которыми можно своим опытом поделиться, ребята, с вами. Для начала я вот открою вот эту бутылочку, вот такая шатом у храни. Сейчас я ее открою, вылью декантер, пускай она постоит. Так. Пугану идет. О! Так. Ой, какой аромат стоит хороший. Хороший. Так. Натуральная пробка корковая. Ух ты! Вот такой шатом у храни. Длинная, мягкая, в прекрасном состоянии. Отлично. Коллекция. Итак. Сейчас его немножко сбалкну, пускай доходит. Хорошо. Итак, грузинские вина. Как бы долго выбирал, много чего было не очень корректного, не очень интересного. И вот я остановился, допустим, на четырех винах. Это вино я еще не пробовал. Значит, это Картули Вази. Сапирави Будушури. Прекрасное вино. Оно меня так впечатлило. На него был обзор. Шестнадцатый год. Веневерия. Ну, все знают Веневерию. Не будем на ней зацикливаться. Это Мукузани. Еще Сапирави. У них хорошая тоже линейка. Тоже очень интересное вино. Здесь Сапирави. Здесь Сапирави. Вот Тамада. На Перауле. Пробовал Мукузани. Прикупил на Перауле. Ждет своей очереди. Мукузани мне очень понравился. Я был под большим впечатлением. Бадагони. Тоже вот такая бутылочка. Бадагони. А тут Амбори. Тоже Мукузани. Пробовался Сапирави. Очень понравился. Мукузани ждет своей очереди. Ну, я думаю, что все должно быть на хорошем уровне. Итак, сегодняшний экземпляр. Это Шато Мухрани. Шестнадцатый год. Гараб Нуар. Вот так. Почему она? Потому что, если в этих всех бутылках лидирует, ну, как бы, главная роль исполняется Сапирави, то здесь вместе с Сапирави есть еще и Кабарне Савиньон. Очень редкий купаж, во всяком случае, для меня. Решил попробовать. Значит так. Граб Нуар. Вино, кстати, столовое. Сухое, красное. Не защищенное там, а столовое. Значит так. Это вино Сапирави. Так. Что тут интересного? Состав. Виноград сортов Сапирави и Кабарне Савиньон. Насколько я знаю, Сапирави то ли 60, то ли 70. Ну, соответственно, Кабарне Савиньон то ли 30 или 40. Ну, неизвестно. Вино выдерживалось. Вино выдержанное. Значит, 16-й год урожая. Дата розлива 13-е, 0-2-е, 19-е. Алкоголь всего лишь 13 оборотов. Это очень хорошо. Это радует. Изготовитель Шато Мухрани. Село Мухрани. Ну, и так далее. Рекомендация шеф-повара. Говядина Велингтон. Очень хорошо, видимо, идет с этой говядины. Вот так. Значит, купил эту бутылку я в алкотеке. За 1250 рублей. Ну, наверное, и то, и на эту бутылку была акция. Ну, думаю, ну, куплю. Попробую. Что ж такое Шато Мухрани. Ну, решил попробовать. Хорошо. Отставлю ее вот сюда пока. Пускай стоит. Покальчик. Вот он. Кабарне Савиньон Сапирави. Поехали. Посмотрим на нее поближе. Познакомимся. Так. Сейчас оно осядет немножко. Значит, цвет. Цвет это темная вишня. Немножечко есть кирпичного оттенка. Плотный цвет, конечно. Вино плотное. Красивый цвет. Мне нравится. Вот так. Классно. Аромат этого вина. Кстати, ребята. Оценка на вино. У этого вина. Почему я и купил его. 4,2. Интересная оценка. Надеюсь, что будет вино тоже очень интересное. Ну, аромат. Интересный аромат, честно говоря. Такой загадочный. Запах чернослива. Ежевичного варенья. Приятный очень запах, конечно. Мне очень нравится. Яркий, насыщенный, плотный. Черная смородина. Немножечко есть. Табака. Ваниль. Да, цвет красивый, конечно. Интересно. Запах мне очень нравится. Очень плотный, насыщенный. Классный. Ну что, пора пробовать это вино. Шатому храни. Как называется. Граб нуар. Под французов косят. Поехали. Что-то попало. Интересное вино, конечно. Очень длинное. Такое. Приятное послевкусие. Терпкое. Во вкусе. Неплохая кислотность у этого вина. Вино хорошо сбалансировано. Такое. Очень округлое. Ничто не выпирает. Интересно, интересно. Интересно, интересно. Черная смородина. Дуб. Дуба много. В этом вине. Табак. Горький, горький, горький шоколад. Вот такая есть в этом вина. Такая горчинка очень интересная. Видимо, ему надо еще постоять в декатере, подышать. Такой черный, горький шоколад. Очень приятный. От этого шоколада, он горький, еще есть такая сладость от него идет. Еще глоточек. Танины мягкие. Очень приятные. Кожа. Ну что. В общем и целом, вино довольно-таки неплохое, хочу сказать. Не фантастика, но очень интересное. Со своим характером. Полнотелое. Очень интересное. Сейчас оно еще в декатере постоит у меня. Подышит. Потом еще попробую его немного. Немного, а как получится. Как пойдет. Ну что. Хорошая грузия. Мне понравилась. Очень даже неплохая. Хотя и дороговатая. Ну. Может быть где-то дешевле, ребята. Если рублей 700-800, это вообще будет просто фантастика. Ну а так, ради контента, решил попробовать, прикупить и попробовать. На этом все. Кто пробовал, пишите комментарии. Подписываемся. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok. До свидания.